Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну вот мы посмотрели с вами как свет Проходит через границу раздела двух сред И здесь возникают некоторые довольно большие практические проблемы Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике Случай нормального падения света на границу раздела Ну вот пусть он падает из воздуха или из вакуума Это почти одно и то же У воздуха показать преломление маленький Здесь у нас N1 равно 1 А здесь N2 равно N Это стекляшка При этом когда свет падает нормально Совершенно не важно Не отличаются оба случая поляризованного в плоскости падения И перпендикулярно плоскости падения Поскольку если вектор К смотрит так То как бы мы не повернули вектор Е Он все равно будет смотреть вдоль границы раздела Ну вот это у нас вектор К падающей волны Это у нас вектор Е падающей волны Ну и вектор Б Как мы знаем он коричневого цвета Если Е смотрит сюда То тогда Б должен смотреть на нас с вами Дальше понятно, что есть прошедшая волна К-транзишн Е-транзишн И Б-транзишн смотрит на нас Ну и есть еще отраженная волна К-рефлект Как и было при решении и в той задаче Е-рефлектор будет смотреть туда же Куда у падающей волны Ну а если Е смотрит сюда А К сюда То вектор Б Для отраженной волны вот так должен смотреть Ну теперь можно двумя способами Решать задачу о том Чему будет равен коэффициент отражения Можно взять те формулы Для произвольного падения Которые в свое время были написаны И ими пользоваться А можно просто написать граничные условия Тут они совсем простые Вектор Е сверху Это Е-инишнл Плюс Е отраженная А снизу Е-транзишн Вектор Б Б-инишнл Минус Б отраженная Он в другую сторону смотрит Это есть Б-транзишн Вот граничные условия Дальше помним Что Б отличается от Е в Н раз Поэтому можно так переписать Е-И Плюс Е-Р Это Е-транзишн И Н А нет Тут ничего нет Тут вакуум Поэтому Е и Б совпадают Тут Е отраженная А здесь Н Е-транзишн Если нас интересует Коэффициент отражения От такой среды Ну значит Надо первое уравнение На Н умножить И наверное Сложить Наверное Вычистить То уравнение Тогда будет Е падающая На Н без единицы Плюс Е-Р На Н Плюс 1 Да Когда мы их вычитаем А справа будет 0 Е-Р тут Тогда Е-Р Поле которое прошло Это будет Минус Н без единицы На Н Плюс 1 Е и нишину Ну и тогда Коэффициент отражения Амплитудный При нормальном падении Когда Альфа Равно 0 Это будет Минус Н без единицы На Н Плюс 1 Давайте прикинем Чего в числах Получается Показатель Приломления Стекла Порядка 1,5 Поэтому Р Это порядка По величине Равно интенсивно считать Возводить Квадрат 1,5 Без единицы На 1,5 Плюс 1 Итого 0,5 Делить На 2,5 Итого 1,5 Тогда Энергетический Коэффициент Отражения Это Р По модулю В квадрате Это 1,25 Это значит Что когда из воздуха На стекляшку Падает свет 1,25 Света Отражается А 24,25 Проходит Ну Ну Фаза меняется На противоположную Если нам интересно Как мы себя Увидим В отраженном Зеркале Вам фаза Вы не так Тонко Видите Чтобы фазу Различать Вам нужна Только интенсивность А интенсивность Квадрат Модуля Амплитуды Чего заморачиваться О знаках Все равно Квадрат По модулю Возводить Ну Поэтому Если вы Подходите К оконному Стеклу И с той стороны Темно Вы что-то Видите В отраженном Цвете 1,25 А если там Светло То ничего Не видите Поэтому Стекляшки Отражают Ужасно Пропускают Лучше Но если вы Возьмете Много Стекляшек А объективы Обычно Состоят Не за одной Линз А из кучи Линз То если На каждой Границе Вы теряете Примерно 1,25 А Линз Много Бывают Объективы В которых Десятки Линз То вообще С той стороны Вы немного И увидите Поэтому Народному Хозяйству Не очень Нужны Полупропускающие Полуотражающие Оптические Поверхности Народу Нужны Поверхности Которые Либо почти Все пропускают Чтобы из них Делать Объективы Либо Которые Почти Все отражают Чтобы из них Делать зеркала А вот Серединка Наполовинку Никому И дарминга Но вы Скажете Зеркала Чего там Мучатся Нанесли Слой Металла Вот Получилось Зеркало Да Только В слое Металла Есть Свободные Электроны И когда Вы их Освещаете Они Начинают Двигаться Там Наводятся Токи Переменные Закона Джоуля Ленца Никто Не Отменял Поэтому Если Течет Ток Выделяется Тепло И поэтому У вас При отражении От металлического Зеркала Энергия Падает Если Вы В лазере Поставите Металлические Зеркала Вы столько Потратите На нагрев Зеркал То ваш Лазер В лучшем Случае Будет работать На удовлетворитель А скорее Всего Не будет Там тоже Потери Поэтому Надо Как-то Научиться Делать Диэлектрические Поверхности Которые Либо Хорошо Отражают Либо Хорошо Пропускают Ну что Касается Поверхности Которые Хорошо Пропускают Об этом Любят Говорить В школе Это Так Называемое Просветление Оптики С помощью Интерференционного Покрытия Но идея Такая Если Вот у вас Есть Стекляшка С Показателем Преломления Н Так Написано В школьном Учебнике Если Вы Нанесете На нее Некоторый Слой С другим Показателем Преломления Н Пленки С какой-то Толщиной Д Пленки Если Теперь На такое Покрытие Падает Волна Нормально Для простоты Не рисовать Трудно Нормально Поэтому Я их Чуть-чуть Буду Косо Рисовать Но мы Понедуразуем Что Падает Нормально Вот Падает Волна Она Отражается Частично Проходит Частично Проходит Но частично Отражается И Выходит И вот Если Эти две Волны Это не я Говорю Это в школьном Учебнике Написано Я бы Такое Никогда Не Сказал Окажутся В противофазе То в этом Сочи Они Глубка Погасят А это Значит Что Вся Энергия Пройдет Наскрыть А это Значит Что Мы Получим Так Называемое Просветляющее Покрытие Дальше Говорится Следующее Ежу Понятно Что Для Того Чтобы Они Отразились В противофазе Ну вот Если Волна Выглядит Так То Вот Эта Длина Волны А чтобы Она Шла В противофазе Надо Чтобы Они Были Сдвинуты На Пол Длина Волны А тогда Толщина Этого Покрытия Должна Равняться Четверти Длины Волны Сюда Половинку Лишнюю Прошло И сюда Половинку Лишнюю Сюда Четвертушку Лишнюю И сюда Четвертушку Лишнюю Поэтому Толщина Этого Покрытия Должна Быть Лямбда На Четыре Но Длина Волны В Диэлектике Мы С вами Договорились Показатель Преломления Раз Меньше Чем Здесь Поэтому Это Будет Лямбда С Ноликом На Четыре Показателя Преломления Покрытия Вот Если Вы Нанесете Такое Интерквенционное Покрытие То Говорят Что Весь Свет Пройдет Это Все Хорошо Но Это Лажа Это Полная Лажа Но Самое Интересное Что Это Полная Лажа Приводит К Правильному Ответу Это Это Редкий Случай Полная Лажа Состоит В том Что У нас Не Весь Свет Выходит А Свет Еще Отражается Тут Он Тоже Делится И Он Выходит Еще Вот Так Выходит Так Выходит Так И Пучков Которые Выходят Здесь Не Два А Бесконечно Много И Надо Суммировать Бесконечную Последовательность Случков Это Хорошая Задачка Просуммировать Такую Последовательность Случков И Мы С вами Ее Будем Когда Нибудь Еще Решать Когда Будем Заниматься Интерференционными Приборами На Этом Основана Идея Интерферометра Фабри Перо Можно Было Было Сейчас Решать Но Будет Другой Повод Такую Задачу Решать Поскольку Сейчас Нам Такое Решение Не Очень Интересно Оно Неинтересно Потому Что С помощью Одного Покрытия Можно Оптику Пытаться Просветлить Но Зеркало Сделать Так Не Получится Сейчас Через Некоторое Время Станет Понятно Почему Поэтому Для того Чтобы Получить Хорошие Эффекты Надо Наносить Не Один Слой А Много Слоев Но Если Вы Нанесете Много Слоев Даже Два Понятно Что Теперь Наступит Полный Конец При Попытке Решать Задачу Так Потому Что Этот Пучок Здесь Тоже Размножится И Начнет Здесь Бегать Он Сюда Придет Ну Понимаете Да С этого С этого Момента Пучки Начнут Размножаться С Неимоверной Быстротой И Перебрать Все Что Там Получится Просто Технически Наверное Трудно Поэтому Мы Будем Решать Эту Задачу Совсем Другим Способом Вообще Лекция Будет Называться Распространение Света В Слоистых Средах Ну Вот Я В Некотором Смысле Сформулировал Проблему Которую Будем Решать Ну А Первый Вопрос Характеристическая Матрица Слоя Ну Вот Пусть У нас Этих Слоев Много 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 И 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 Слой Который Мы Решили Рассмотреть И Там Дальше Слои Есть Вот У Этого Слоя Номер Границы Гамма Н Следующая Граница Гамма Н Плюс Один Ну Понятно Что Этот Слой С Номером Н В Нем Показатель Преломления Ну Пока Напишем Н Пленки Потом Надо Будет Нумеровать Показатель Преломления Когда Слоев Будет Много Пока Понятно Что В этом Слое Мечется Гигантская Да Толщина У него Д С номером Н Ну А здесь Н П Номер Н Плохо Давайте Н Тогда Номер Показатель Преломления Н С индексом М М Тый слой В этом Слое Есть Масса Волн Которые Бегают Туда Назад С разными Разными Присхождениями Но Все Они Плоские Все Они Монохроматические Да Мы Светим На Все Это Монохроматическим Так Давайте Все Волны Которые Идут Сверху Вниз Они Все Падают Под Нулевым Углом У нас Нормальное Падение Сложим В одну Волну И Будем Называть Волну С Волновым Вектором К Плюс Ну Сюда У нас Будет Ось З Смотреть Она Бежит У Н Е Есть Электрическое Поле Е Плюс И Магнитное Поле Будет Смотреть На Нас Б Плюс А Все Волны Которые Бегут В Обратную Сторону Будем Называть Их Сумму Будем Называть Волновой Вектор К Минус Е Минус И Б Минус Которая Будет Смотреть Туда Понятно Понятно Что нам Для решения Задач Надо знать Е И Б Вот Теперь Нам не нужна Уже Поляризация Потому что Мы знаем Что нормальное Падение И все Вектора Сможут В одну сторону У Е У Б Перпендикулярно Но нам Нужны Обе Величины Е И Б Давайте Ведем Такой Интересный Двумерный Вектор Первая Компонента У него Вектор Е А вторая Компонента Вектор Б Тогда Полное Поле На границе С номером М По совокупности Этих двух Параметров Можно Представить Себе Следующим Образом Это Просто Сумма Полей Волны Бегущей Вниз В этом Слое И Волны Бегущей Вверх В этом Слое Поэтому Мы Будем Считать Что Это Будет Е Плюс Плюс Е Минус А поле Б Будет Устроено Так Б Плюс Смотрит Сюда А Б Минус Смотрит В обратную Сторону Поэтому Со Знаком Минус Полное Поле На этой Границе Чуть Ниже Ее Можно Разматривать Как Сумму Полей Суммарной Волны Которая Заменяет Все Волны Бегущие Вниз И Суммарной Волны Которая Заменяет Все Волны Бегущие Вверх А теперь Давайте Попробуем Найти Суммарное Поле Е И Б На границе М Плюс Один Тогда Если Мы Здесь Выбрали Начало Фазы Так Что Е Плюс Имеет Нулевую Фазу Сюда Волна Прибежит Сопозданием Есть Сколько То Время Надо Пробежать И Поэтому У нее Фаза Будет Уже Не Нулевая А Та Которая Была На Е В степени И К На Это Расстояние Поэтому Здесь Будет Е Плюс На Е В степени И Волновой Вектор В этом Слое На Толщину Слоя А Вот Если Мы Здесь Для Обратной Волны Взяли Нулевую Фазу На Этой Границе То На Этой Границе Она Была Раньше Она Бежит Отсюда Сюда Поэтому Если Здесь Мы Выбрали Фазу Ноль То Здесь Фаза Будет Отрицательная Е Е Что Это Е Плюс Плюс Е Минус А Здесь Будет Е Плюс Умножить На Показатель Преломления Слоя Минус Е Минус На Показатель Преломления Вещества Слоя И Здесь Можно То же Самое Написать Тут Будет Е Плюс На Е В степени И К Д На Этом Слое На Показатель Преломления Слоя Минус Е Минус На Е В степени Минус И К М Слоя Д М Слоя На Показатель Преломления Слоя Ну а теперь Хитрость Давайте Попробуем Вектор Поля На Этой Границе Вот Этот Выразить Через Вектор Поля На Этой Границе Ну Очень Просто Отсюда Мы найдем Е Плюс И Е Минус Выразив Через Е И И Подставим Сюда Идея Тривиальная Идея Тривиальная Значит у нас здесь есть уравнение Е На границе М Это Е Плюс Плюс Е Минус А Б На границе М Это Е Плюс На показатель Преломления Пленки Минус Е Минус На показатель Преломления Пленки Теперь если я хочу Найти Е Плюс Мне надо Избавиться От Е Минус Тогда я Первое равенство Умножим на показатель Преломления Пленки Да И сложу Тогда будет Е М На Н М Плюс Б М Равняется 2 Е Плюс На Н М Тогда Е Плюс Будет Равняться Е Плюс Е М Пополам Плюс Б М На 2 Показателя Преломления Следите Чтоб я не ошибся Это я нашел Е Плюс Если я хочу Найти Е Минус О, так то же самое Только надо Вычесть Уравнение Да Тогда Получится Е М Н М М Минус Б М А здесь Будет Если я Вычитаю Уравнение Это съелось А тут Будет 2 Е Минус Н М Поэтому Е Минус Будет Равняться Е М Пополам Минус Б М На 2 М Я не ошибся Ну а теперь Ищем Е Е На границе М Плюс 1 Это будет Е Плюс Е М Пополам На Е В степени И К М Т М Плюс Б М На 2 Н М На Е В степени И К М Д М Плюс Е Минус Е Минус Е М Пополам На Е В степени Минус И К М Д М Минус Б М На 2 Н М На Е В степени Минус И К Д М Ну Теперь Кое-чего Упрощается Если я Эти два Слагаемых Сгруппирую То у меня Получится Просто Е М На К К М Д М А если Я эти Два Слагаемых Сгруппирую У меня Будет Б М Делить На Показатель Преломления Н А здесь 2 Е В степени ИКД Минус Е В степени Минус ИКД Делить Пополам Если бы Делить На 2 И Это Был бы Синус К М Д Но И у меня В знаменателе Нет Поэтому Я и в знаменатель И добавлю И в числитель И добавлю Поэтому Здесь будет И И Со знаком Плюс Теперь Если Меня интересует Поле Б На Границе М Плюс Один Ох ты Господи Как Лениво Считать Это Будет Е М Пополам Умножить На Н М На Е В степени ИК М Д М Плюс Е Плюс Б М Пополам На Е В степени ИК М Д М М М Минус Е Минус К М Пополам На Н М Е В степени ИК М Д М Ну и наверное Здесь минус И здесь минус Поэтому плюс Б М Пополам М Е В степени Минус ИК М Д М Ну и теперь Видим Что то что стоит При Е М Тут у меня Разность Экспонент А тут Н М Да Поэтому это Превращается Здесь напишу Показатель Преломления Синус К М Д М Но чтобы был Синус Надо еще На И Поделить Значит на И Я должен Умножить А то что При Б Стоит Тут Хороший Косинус Получается Поэтому Будет Б М На Косинус К М Д Ну вот Так Ну давайте Теперь это Как вектор Запишем Итак Новый Вектор Е Е И И Б На границе М Плюс 1 Это будет Это будет Тут у меня Косинус К М Д М Тут у меня Стоит И На Н Синус К М Д М Тут стоит И Умножить На показатель Преломления Синус К М Д М И тут Стоит Косинус К М Д М А здесь Стоит Е Б На границе М Оказывается Так формальным Образом Веденный Вектор Полевой Который Содержит В себе Обе Амплитуды Поля Е и Б На Новой Границе Выражается Через Вектор На Предыдущей Границе Путем Умножения Вот на Такую Матрицу Ну Перемножите Матрицу На вектор И получите Эти выражения Матрица На столбец Строка На столбец На столбец Поэтому Ведем Матрицу Пленки Матрица Пленки Сшивает Между Собой Поля На разных Границах Пленки На самом деле Это Победа Да Е М плюс Один От Е И Б Ну А тут Что Когда мы Умножаем Матрицу На вектор Строка На столбец Это надо Умножить На это Это надо Умножить На это И сложить Как Примножается Матрица С вектором По принципу Строка На столбец Чтобы Найти Первый Элемент У нас На вектор Из двух Таких Компонентов Действует Такая Матрица Как найти Эту Компонент Надо Первый Элемент Матрицы Умножить На первый Элемент Столбца Второй Элемент Первой Строчки На второй Элемент Столбца Их Сумму Записать Сюда А Вторые Элементы Это Вторая Строка На столбце Так 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 Матрицу Матрицу Слоя Мы с вами Нашли Ну Давайте Теперь Попробуем В общем Случае Решить Задачу Вот Пусть У нас Есть Многослойное Покрытие Где-то Оно Заканчивается И дальше Идет Стекляшка С показателем Преломления Н Дальше Мы считаем Что стекляшка Довольно Длинная Лучше Бесконечная Тогда Понятно Что на Такое Многослойное Покрытие Падает Волна К Initial Е Initial От всего Многослойного Покрытия Отражается Волна К Р Е Р И Б Р Смотрящая Туда Дальше В этих Слоях Чего-то Там Мечется А после Этого В полубесконечное Стекло Выходит Одна Волна Та Которую Мы называем Прошедшее К Т Е Т Б Т Теперь Смотрите Какая Прелестная Ситуация Получается Это Все Уже Можно Убрать У нас Есть Граничные Условия На границе Раздела Двух Диэлектриков Поле С этой Стороны Должно Равняться Полю С этой Стороны Поэтому Поле Прошедшей Волны Которое Вышло Которое Характеризуется Вектором На границе Но поле Е И Б На этой Границе Слоя Равно Полю Е И Б Чуть Выше Этой Границе По граничным Условиям Но поле На этой Стороне Выражается Через поле На этой Стороне Через Матерство Следующего Слова Поэтому Будет П Н На П Н Без Единицы На Е Б На границе Н Минус 2 Дальше Загадывайте Что будем Делать Так Пойдем Дальше 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 И в конце Концов Мы Дойдем До Этой Границы Но Поле Чуть Ниже Этой Границы По граничным Условиям Равно Полю Здесь В результате У нас Будет Произведение Характеристических Матриц Слоя Слоев И так Вплоть До Второй Матрицы И Первой Матрицы А это Все Будет Действовать На Поле Которое Находится Здесь А Поле Которое Находится Здесь Электрическое Поле Это Е И Нишинал Плюс Е Отраженное А Магнитное Поле Тут же Вакуум Поэтому Б И Е Совпадают Только Направление Здесь Другое Поэтому Будет Е Нишинал Минус Е Отраженное Понятно Когда мы будем перемножать кучу матриц 2 на 2 У нас какая матрица получится? 2 на 2 Поэтому Всему Интерференционному Многослойному Покрытию Будет Соответствовать Некоторая Матрица А, Б, Ц, Д Которую Чтобы Сосчитать Надо Перемножить Все Матрицы Если Мы знаем Как Устроен Каждый Слой Пишите Эту Матрицу И Перемножайте Что Матрица Перемножить Никаких Проблем Таким Образом У нас Получилось Уравнение Е Т Б Т Есть Результат Действия Матрицы А, Д Которую В каждом Отдельном Случе Надо Вычислять На Е Инишинал Плюс Е Р На Е Инишинал Минус Е Рефлектор Ну Давайте Перемножим Это Означает Что Е Т Будет Равняться Строка На Столбец А Е Инишинал Плюс А Е Р Плюс Б Е Инишинал Минус Б Е Р Правильно? А На Эти Две Б На Эти Две А Б Т Это Будет С Е Инишинал Плюс С Е Р Плюс Д Де Е Инишинал Минус Д Е Р Но с другой стороны Мы знаем Что Б Т Это показатель Преломления стекла На Е Т Поэтому Это Есть Н На Е Т Вы Чувствуете Что Мы Сейчас Е Р Найдем С вами Два Уравнения С двумя Неизвестными Ну Давайте Соберем Множители При Е Р Что У Нас Стоит У Нас Стоит А Минус Б Е Р Лучше Так Сперва При Е Инишинал А Плюс Б Е Падающая Плюс А Минус Б Е Р Здесь Соберем При Падающей Волне С Плюс Д А При Отраженной Волне С Минус Д Теперь Если я хочу Убрать Прошедшую Волну И найти Коэффициент Отражения А не пропускание Понятно Что если я найду Коэффициент Отражения Пропускание Будет Легко Найти Энергетически Как Отъединиться Найти Вычесть Энергетическое Коэффициент Отражение Поэтому Я теперь Это равенство Умножу На показатель Преломления Будет Н ЕТ Равняется Верхнее Н А плюс Б Е Инишинал Плюс Н А минус Б Ер Я Это равенство Верхнее Умножил На Н Ну а Теперь Из этого Вычту Это Здесь Поставлю Минусы И Сложу Слева Будет Ноль Здесь Будет Н А плюс Б Минус С плюс Д Ер Е Падающее Инишинал Плюс Я их просто складываю Да Плюс Н А минус Б Минус С минус Д Ер Ну отсюда Ер Это будет Минус Н А плюс Б Минус С плюс Д Делить На Н А минус Б Минус С минус Д На Ер Инишину Отсюда Амплитудный Коэффициент Отражения От Многослойного Покрытия Это Минус Н А плюс Б Минус С плюс Д Делить На Н А А минус Б Минус С Минус Д Вроде так И это Большая Победа У нас Есть Вид Матрицы Который Надо Считать Для Каждого Слоя Дальше Перемножать Матрицы Это Умеет Каждый Тогда Мы Строим Матрицу А Б С Д И По Матрице А Б С Д Находим Коэффициент Трожения Чтобы Чтобы Что Равнялось Нулю Ну конечно Если Слоя Вообще Не Будет То Пропускание Будет Отражение Будет Ноли Пропускание Будет Если Вообще Стекла Нет Тогда Конечно Тогда Конечно Ну Давайте Думать Теперь Что Из Этого Можно Сделать Думать beauty Думать Где Звезд Думать